всем добрый вечер пришла на кормежку и приглашаю вас с собой 1 у нас кормятся вот эти хулиганы да хулиганы уже ждут кричат даю вот такую вот чашечку опа давайте вот теперь буду накладывать сейчас сейчас козлу козел у нас уже с ума сходит он уже знает что после малышей ему сразу несу корм еду так скажем козы еще стоят ждут привет надеюсь ты мне не свалишь так сейчас прицеплю а то у меня не хочет прицепляться так фанта отойди пока фанта ходим отсюда опять тут привет привет моя девочка привет привет куда зайка я чувствую они мне так и свалят телефон все ведерко хочу какой-нибудь приобрести чтобы убирать этот навоз ведерко хочу уж слезь вот и потом просто выносить у меня на улице бочку муж поставил катя потом доится рано еще вот и хочу этот вот этот именно навоз просто бочку складывать оно как раз более менее чем на полу можно будет потом перегной будет и сразу на газ и будет очень хорошо пока вот скидываю на пол к сожалению никак ведерко приобрету именно для этих нужд пока лунтик кушает малыши кушают девчонки у нас ждут поэтому я немножко прибираюсь я всегда так делаю немного прибираюсь чтобы они на чистом здесь стояли пока кормежка будет идти чего кнопик две козы у меня ушли сами автоматически в запуск это кнопа это катя остальные все понемногу еще даются обратите внимание кто смотрит давно мой канал здесь одной козы не хватает а не хватает как ее господи глаши глашу мы убрали потому что козочка была вообще в стадии изгоем они ее все гоняли просто жестоко прям вот загонят под кормушку и все коза не ела не сено вот не нормально как сказать еду вечером но вы сейчас сейчас все увидите как я их кормлю может кому-то это покажется странным но мне так удобно их просто кормить будет я так знаю дозировку как бы каждый козы каждый козочки да гита 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 кушать вот и поэтому так скажем мне так удобнее легче ну в общем все увидите пока вот к сожалению одна коза выбыла у нас из стада вот девчонки ну-ка прекращайте ну будем сейчас кормить давайте сейчас я посмотрю что там лунтик съел не съел я всегда так их кормлю сперва ягу мелких потом уже лунтика потом девчонок лунтик ты поел вот лунтик покушал так девчонки и у меня не по порядку идут они уже знают кто первый кто второй ест ну иногда путаются иногда мелкие лезут конечно взрослым перегоняют так скажем у меня есть сейчас покажу вы зайдем туда обратно к ним девчонки не деремся есть специальная палка но я и ведь не гоняю я просто держу в руках сейчас у нас катя будет кормиться старшая потому что она самая крупная катя а катя уже стоит на кормежке ждет порцию свою поэтому заходим кормить иду-иду катюш иди уйду и думаю девочка надеюсь повернется вон она видите вот часть ее катя кать ой жалко не прицепляется ну надеюсь будет держать самое главное чтобы не упал телефон ну поехали так девчонки сейчас я сейчас дам девчонки все отходим пока попробуй так снимать вот они просто ходят и ждут своей очереди катя уже кушает старшая я стою просто как бы вот палочка такая от кроватки как видите я их не гоняю ничего девчонки гита ой малышня у меня подростки вот эти вот все идут в последнюю очередь сейчас у нас кормятся все взрослые вот вот лунтик покушал и успокоился малышня что у нас тут уже поели чистая кормушечка стоит ну потом уберу давайте попробую сейчас при пока поставить надеюсь видно будет ну в общем то так скажем вы знаете было кто его смотрит мои ролики было покрытие с 13 чисел конце концов в общем получается вот эта катя которая сейчас кушает фанта нельзя которая кушает она у меня получается самое первое покрывалась но потом ровно через 18 дней 29 и 30 она попросила опять попросилась козлу я ее опять запустила в общем то и это дело не в козле я многие подумают козел наверное старый он не старый он молодой он знает свою работу он знает как бы что делать просто это коза уже сама старенькая ей лет 7 8 и поэтому возможно у нее сбой какой-то в организме фанта я знаю ты любишь когда при кормежке здесь стоять уйди пожалуйста фанта вот никакую прям она любит когда кормятся козы она стоит вот так вот я и углажу всегда в общем получается остальные козы все молчат уже не козла не просят в основном уже месяц доходит козам кому же и второй месяц пошел это у нас получается сейчас покажу это у нас значит кнопа это в том месяце позапрошлом простите месяце она покрывалась в октябре в конце и даша вот это вот даша она покрывалась в октябре и получается еще я все ждала белочку но белочка у меня молчит я сперва думала что что-то не так ну ты куда торопишься ничего поаккуратнее ты чего кнопа я думала что она может какие-то уже нарушения она козла совсем не просила а потом вспомнила что в первом доме где изначально мы жили там я выпускала козлика который был чужой козлик белый опять же есть ролик когда он покрывал дашу вот я думаю быстрее всего он ее и покрыл и она молчит уже второй месяц значит получается у меня три козочки должны катиться в конце февраля потом идут следом в конце марта значит у меня козы пойдут даша любит рычать так как собака на них но она не дерется ничего значит у меня получается остальные козы уже подряд пойдут это значит катя вот если я так получается маша и вот покушала а ты чё сегодня не доела в чем проблема хулиганка чет сегодня не очень она аппетит что ли плохой уже дальше прилетела так скажем сейчас сейчас я положу даши давайте я пристегну камеру вот ну в общем то будем надеяться что теперь катя покрылась и тоже даст потом потомство кноп немножко от шугну боюсь телефон скинут они ничего у меня не боятся такие вообще обезбашенные так скажем сейчас сейчас даша да господи они уже знают очередь свою и все прям торопятся на еду все покушаете стоит даша ждет свою порцию кушай кушай ограничитель ваш это место электропастуха я как бы просто так вот знаете вот хлопаю и все и они уже и не подходят и ничего и так вот каждое утро каждый вечер у меня на кормежку уходит около часу потому что каждая коза они едят по разному когда быстро когда медленно когда знаете жует 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 постоит подумает потом опять кушать собирается и вот так вот раз на раз ну вот я засекала самое больше времени у меня уходила на где-то час десять час пятнадцать знаете вот но я бы мне вот лично так кормить по одной мне удобно поэтому как бы у нас есть и кормушки если для подростков кормушки кормушка одна есть вот для уже взрослых коз кормушка но вы знаете они для меня такие тяжелые мне с ними так неудобно и я переживаю когда они начинают кушать мне кажется что кто-то лишнего съел кто-то не доел а кто-то вообще голодным остался и поэтому как бы мне так проще мне так спокойнее я буду знать что у меня все козочки накормлены по своим дозировкам дозировка получается я делаю грубо говоря взрослым кило двести мелким где-то около 800 грамм вот этим подростком вот этим вот 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 зайка сейчас на очереди может быть или маша или стеша после даше потом идут все вот смотрите катя покушала опять придется снять она всегда когда покушать видите она внизу ходит она внизу сразу ложится и лежит ты мне руки лижешь ты мне руки лижешь да зайка фанта в общем вот долго не буду снимать вот смотрите уже поела видеть ягу раз на раз одна не доела другая уже поела вот чистая уже кастрюлька давай свободно 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 даша думает еще ей дадут я немножко так вот мелькаю вот малышня уже поела все скушала ну буду дальше кормить как бы большой ролик не хочу делать ну это и многим не интересно долго смотреть поэтому как то вот так вот сейчас всех покормлю по очереди все покушают взрослые потом подростки и буду восемь часов вечера доить уже козочек кто доится ну и сегодня хочу нарезать им так скажем этот господи как она называется то кабачки тыква к сожалению муж спустил в погреб а погреб у нас знаете как он сейчас на улице так можно сказать накрытый еще и под снегом поэтому я его не открываю вот ну а я побежала дальше кормить машечка щас дам щас дам моя девочка щас дам вот уже маша подошла значит будет кушать маша